Продолжим с вами занятия по теме совместная задача оценивания и управления. Каких же результатов мы достигли? Давайте еще раз кратко вспомним. Итак, у нас есть управляемая система линейная. И некая вектор функции измерений, линейно связанная с фазовыми координатами этой системы. И в отличие от случая полной информации об отклонениях, то есть о векторе x, здесь управление, стабилизирующее нашу систему нулевое решение, строится как обратная связь от оценок. Значит, x-волно — это оценка вектора x. А можно ввести еще так называемую ошибку оценки. Это разница между реальным x и том, что мы оценили. Оценка находится из линейного несмещенного оценивателя, который имеет следующий вид. Он повторяет нашу систему, значит, плюс некую обратную связь по измерениям. ИК с волной — это некоторая матрица, которая подбирается таким образом, чтобы, да, вот эта система интегрируется с некоторыми начальными условиями, получается реализация вектора x с волной, а ошибка оценки при этом удовлетворяет следующей системе. Так вот, какой же результат мы получили? Что если у нас система, то есть пара А, Б, значит, я напишу так, стабилизируема, а пара А, Аш детектируема, то тогда, в принципе, можно вот таким образом с формированным уравнением добиться устойчивости вот замкнутой системы. Частный случай стабилизируемости, если пара А и Б является полностью управляемым, а пара А и Аш полностью наблюдаемой, тогда можно добиться того, что x будет стремиться... Ну да, так я даже напишу, как C, E, минус альфа Т, где альфа любое положительное число, то есть с любым запасом устойчивости мы можем добиться экспоненциальной устойчивости этой системы. Если же полной управляемости нет, то надо произвести следующее. Провести декомпозицию с системы как по вектору управления, так и по вектору наблюдения. И тогда все зависит от того, какой вид имеет неуправляемая подсистема, ее матрица. Значит, давайте так еще раз тогда запишем. Значит, если сделать декомпозицию по вектору управления, то система приведет в следующий вид. Кси с точкой равняется То есть система распалась на две подсистемы. Одна из них является полностью управляемой верхнего в своем подпространстве. То есть пара А1-1, Б к Си-Т является полностью управляемой. Вторая подсистема, как видно, является неуправляемой. И все зависит от того, какова матрица А2-2. Если у нас окажется, что действительная часть всех корней этой матрицы... Давайте так, найдем максимальный корень. Он оказывается меньше нуля. Тогда можно эту систему привести в ноль с запасом устойчивости альфа. Тут выигрыш в том, что, во-первых, теперь уже в декомпозированном виде очень легко подобрать коэффициенты обратной связи управления. Таким образом, чтобы у нас добиться вот этого запаса устойчивости альфа. Большего запаса добиться нельзя. Значит, это что касается коэффициентов управления К, вот этого матрицы. Второй результат таков, что если мы перейдем к системе Х и ΔХ, то оказывается, что коэффициенты обратной связи для стабилизатора К и коэффициенты обратной связи для оценивателя К с волной можно подбирать независимо. Ну, а что касается теперь вектора К с волной, то здесь нужно провести, давайте так я... систему теперь декомпозировать по вектору измерения. Декомпозировать по вектору измерения. Тогда она принимает следующий вид. Кси штрих с точкой равняется А1,1 штрих на кси. И измерение, вектор измерений, Z в общем случае, это есть некоторое H кси множить на кси. А второй вектор, вторая подсистема N, А это с точкой штрих, А2,1 штрих кси плюс А2,2 это. Вот выглядит таким образом, со штрихом. И теперь все зависит от... Да, теперь пара матриц. А2,2 штрих и H кси у нас полностью наблюдаемая. Прошу прощения, я здесь ошибся. А1,1 конечно. А1, вот эта система является полностью наблюдаемой. И тогда результат у нас зависит от того, какой вид имеет матрица А2,2 штрих. Есть ли действительные части характеристического уравнения? Давайте выпишем сначала характеристического уравнения. Детерминант. Значит, А2,2 штрих минус мю е равно нулю. И у него корни мю житые. Их действительная часть, если оказывается, что она альфа 1 меньше нуля, тогда возможно оценивание всех вектора состояния системы Х оказывается таким образом, чтобы ошибка оценки вот она, дельта Х написана, была меньше некой С штрих на е степени минус альфа 1 Т. Вот такие общие результаты. И самое главное теперь еще вот что. Оказывается, что вот эти коэффициенты, обеспечивающие нам нужную систему, нужный запас устойчивости или нужные корни характеристического уравнения, очень легко подбирать, переходя к каноническому виду. Значит, как по управлению, так и по возмущению. Мы заметим, что это вот разные преобразования вот этой исходной системы. И, значит, коэффициенты обратной связи находятся в новых координатах. Но, тем не менее, вообще говоря, поскольку преобразования не вырождены, то есть возможность пересчитать эти коэффициенты и в исходную систему. Но мы этого делать не будем. Потому что сразу нам главное проанализировать и получить результат. Как я уже говорил, тут возможно работать в разных координатах. Проводить декомпозицию и по управлению, и по наблюдению. Так, ну давайте пример рассмотрим. Пример следующий. x1 с точкой системы у нас управляемая, равно минус x1 плюс x2 минус 7x3 минус 5x1 ой, минус 5x4, прошу прощения, x4 плюс u. Четвертый порядок у системы. Четвертый порядок у системы. x2 с точкой равняется минус x1 плюс x2 минус x4 плюс x4 минус x4 плюс u. Значит, третье уравнение уравнение x3 с точкой равно минус x1 минус 5x3 минус 4x4 плюс u. И, наконец, четвертый порядок уравнение x4 с точкой у нас равняется 2x1 минус x2 плюс 7x3 плюс 6x4 и минус 2u. Вот управляемая система. Нет полной информации об отклонениях, а есть только скалярная функция измерения. z у нас измеряется линейная комбинация x1 плюс x2 плюс x4 плюс x4 И требуется выяснить, можно ли стабилизировать эту систему. Раз. И второе, если можно, то добиться максимального запаса устойчивости. Так. Ну, давайте, значит, будем применять стандартную процедуру. Выпишем матрицу этой системы. Она имеет следующий вид. Минус 1, 1 минус 7 минус 5 Здесь минус 1, 1 0 минус 1 Наконец, минус 1, 0 минус 5 минус 4 И последняя строчка 2 минус 1 7 и 6 Вот матрицу А выписали. Давайте теперь я перейду сюда, на эту доску. так, теорию стираем. Теорию стираем. управление управление у нас в этой системе. Значит, вектор B следующий здесь, значит, это есть 1, 1, 1, 1, минус 2. Вектор H в измерении, вернее, матрица H, имеет следующий вид, имеет следующий вид 1, 1, 1, 0, 1. Ну и так, значит, для того, чтобы стабилизировать с максимальным запасом, надо провести анализ структурной этой системы. Так, во-первых, на управляемость. Значит, составим матрицу управляемости. Значит, первый получается, значит, вектор G1. Сейчас я его напишу, вот, давайте я снизу потом напишу. Значит, здесь у нас получается 1, 1, 1, минус 2. Это вот у нас вектор G1. Вектор столбец. Значит, второй вектор G2, который есть, напишем так, G2, есть А на G1. То есть, если перемножить эту матрицу, то получаем следующее. Значит, это есть 3, 2, 2, минус 4. Так, троечку, 3. Так, вот это у нас G2. Еще нам нужен вектор G3. Давайте проверим, который, я так напишу тогда, G1 плюс 1, у нас А на G и Т. Да, эти вектора. Значит, третий вектор, соответственно, будет следующим. Значит, если перемножить, то будет 5, 3, 3, минус 6. Итак, здесь уже видно, вернее, можно убедиться, что вектор у нас G3 является линейной комбинацией первых двух векторов. Альфа на G1 плюс альфа 2 на G2. Так, а именно альфа, если теперь посмотреть, значит, тут у нас альфа у нас минус единичка, а здесь двоечка. Вот у нас, значит, так получается. Можете проверить, что это все выполняется. И тогда получается, что ранг матрицы управляемости равен двум у нас. Таким образом, управляемая подсистема имеет второй порядок, а неуправляемая тоже второй порядок. И нужно нам теперь систему до базиса дополнить. Теперь мы как-то испортим эту матрицу. Значит, добавим линейно-независимые вектора. Значит, предлагается следующее. Здесь есть некий призвол. Я вот выберу вектор F1. У меня будет... Да, тогда, сейчас, секундочку, чтобы матрицу новую... Значит, этот третий столбец теперь уже не нужен. Вместо него вектор F1. F1 следующим образом. А F2 у нас есть просто А на F1. Давайте мы его... Тоже здесь некий произвол, но так лучше сделать... Значит, да. Легче вычислять систему. Так, получается, минус 7 здесь, 0, минус 5 и последний 7. Вот вектор АF2. Таким образом, мы получили линейно-независимый набор векторов преобразования, которые составляют матрицу преобразования, контравариантную. И мы уже с вами знаем, что для того, чтобы выписать уравнение управляемой системы, вот исходной, в новых координатах, то нужно, вообще говоря, еще найти... найти разложение вектора F3, который есть А на F2 и есть... Значит, давайте я выпишу его. Значит, он следующий вид имеет 7, 0, 4 и минус 7. То есть надо найти разложение по векторам базиса. Давайте пока формально запишем. Это есть β1 на G1 плюс β2 на G2 плюс γ1 на F1 плюс γ2 на F2. Итак, тут легко увидеть, что, значит, по первым векторам здесь нет ничего. А здесь просто вот сумма двух векторов с обратным знаком. Вот мы написали вот разложение вектора F3 по векторам базиса. Тогда легко выписать канонический вид системы по управлению. Так. Давайте я вот здесь слева напишу. Мы уже много раз писали канонический вид. Получается следующее. Значит, управляем подсистему ξ1 с точкой. Это есть, там будет α1 на ξ2, то есть минус ξ2 плюс управление скалярное. Вторая координата ξ2 с точкой. это есть ξ1 плюс вот α2, 2 ξ2. Вот написано управляемая подсистема. так, а теперь сейчас, все сейчас, ну да, управляемой подсистеме, значит, там вот, поскольку это нули, там ничего не будет, значит, оставилось выписать теперь неуправляемую часть. Давайте я выписываю подсистему неуправляемую, значит, это 1 с точкой, у нас есть, это 2, поскольку мы так выбрали, f2 у нас, а на f1, а это 2 с точкой, это есть, минус это 1, минус это 2. Вот эти вот два коэффициента. Итак, осталось теперь что? Значит, выписать характеристическое уравнение. Да, ну да, во-первых, эта система является полностью управляемой, и тогда у нас что получается? Значит, надо теперь выписать характеристическое уравнение. неуправляемой подсистемы. Давайте мы этими займемся. Надо выяснить, устойчива эта система или нет. Как видим, видно отсюда, что эта система эквивалентна одному уравнению, и характеристическое уравнение имеет следующий вид. λ2 плюс λ плюс 1 равно 0. Так, вот это характеристическое уравнение второй системы. Откуда корни сразу получается λ1, 2 у нас есть, минус 1, вторая, плюс, минус, значит, и корень из трех пополам. Откуда видно, что запас устойчивости, который может быть достигнут, α1, это у нас есть 1, вторая в этой системе. Теперь осталось у нас подобрать коэффициенты обратной связи. Мы знаем, что это, пользуемся тем фактом, что это можно было сделать независимо от, то есть считать, как будто в этой системе есть полная информация о всех координатах. И тогда у мы пока можем выбрать как k1 на кси1 плюс k2 на кси2. Так, ну теперь, значит, надо коэффициенты k1, k2 выбрать таким образом, чтобы у нас чтобы замкнутая система имела запас не меньше, чем вот эта вот одна вторая. Ну, например, добиться того, чтобы характеристические уравнения... Давайте я сюда перейду. матрица, давайте выпишем A1, 1, она у нас есть 0 минус единичка единичка 2. так, и вот характеристическое уравнение, значит, детерминант A1, 1 минус лямбда е равняется 0. Мы хотим, чтобы вот это уравнение было эквивалентно такому, ну, чтобы больше одной вторая, например, лямбда плюс единичка в квадрате равно 0. Вот этот выбор этих коэффициентов вы легко можете проделать дома, что мы уже не один раз делали. Хорошо, вот мы нашли вот эти коэффициенты вот в этих новых координатах. Но на самом деле у нас для того, чтобы все работало, должно быть следующее. Мы должны строить давайте еще раз напишем управление по оценке. то есть нам должны быть известны оценки вот этих координат X1 и X2, чтобы все это прошло. Откуда их взять? А для этого, конечно, приходится строить оцениватель. Давайте, теперь надо построить оцениватель, который нам, причем это не просто оцениватель, он нам должен дать асимптотические устойчивые оценки этих параметров. Иначе у нас ничего не получится по поводу стабилизации. Давайте будем решать эту вторую подзадачу. Итак, для этого надо декомпозировать эту исходную систему. Вообще говоря, можно было бы и эту продолжать декомпозировать, но лучше, я считаю, вернуться к исходной системе и сделать отдельную задачу. Они могут быть по-разному сделаны, разные преобразования. Поэтому будем проводить декомпозицию исходной системе по вектору наблюдения. Давайте так и напишем. Вектор измерений, да. Извините, не наблюдения, а измерений. так, сейчас что-то нам пристало писать. Так, он у нас мы уже выписывали, матрица H у нас имеет вид 1, 1, 0, 1. И это есть, я буду те же буквы обозначать, что и для управления, но мы видите, в виду, что это разные вектора и разный вид преобразования. При управлении было контр-вариантное преобразование, а здесь будет ко- вариантное преобразование. Итак, мы выписали G1, давайте будем выписывать теперь матрицу наблюдаемости. Итак, 1, 1, 0, 1, это G1 транспонированное. Значит, G2 транспонированное есть у нас G1 транспонированное на А. Ну и так далее. Давайте вычислим вектор G2, это надо сложить первые две строки, первую, вторую и последнюю строку матрицы А. И получаем следующий результат. Значит, 0, 1, 0, 0. Это вектор G2 транспонирование. Так, соответственно, G3 это есть просто вторая строчка матрицы А, минус 1, 1, 0, минус 1. Ну, тут уже видно, что G3 у нас есть линейная комбинация. ди-альфа у нас, вот, первая это там с минусом, да, с минус 1, а вот вторая автоматически это у нас двоечки. и так получается, что опять же ранг матрицы наблюдаемости равен двум. И нет наблюдаемости. И опять система должна распасться на две подсистемы второго порядка. Первая из них полностью наблюдаемая, вторая ненаблюдаемая. Ну и давайте смотреть, что здесь происходит. Выберем вектор F1 в следующем виде. Тогда я здесь сотру и сюда запишем вектор F1. Это вектор значит 0 0 1 0 Я вот так его выбрал. А F2 транспонированная есть F1 транспонированная на А. И вектор F2 соответственно есть значит у нас минус 1 0 минус 5 минус 4 4 теперь вектор F3 получается следующим если мы его вычислим то он значит имеет такие компоненты минус F2 F2 4 1 и теперь надо провести его разложение давайте запишем здесь F2 транспонированная вот эти вектора составляют базис надо по векторам базиса найти разложение оказывается давайте опять же запишем как и в предыдущем случае только здесь это уже другие вектора другие коэффициенты вот надо найти эти коэффициенты разложения по базису и тут что можно сказать что здесь опять же вот эти коэффициенты такие же как в предыдущем случае получились а коэффициенты B1 B2 значит B1 у нас минус 3 B2 у нас 6 так и теперь давайте с вами запишем декомпозированную по вектору наблюдения систему в новых координатах они уже другие хотя я их буду обозначать ну давайте штрихи напишем чтобы все-таки разница была и так и так а ну для того еще чтобы у нас написать где в этой системе будет вектор управления в новых координатах то там получается что нужно нам найти такой вектор там B' транспонированная есть у нас не что иное как как G1 транспонированная на B G2 давайте я лучше в другом месте напишу вот там в другом все-таки надо найти его B' транспонированная это у нас есть значит G1 транспонированная на B G2 транспонированная на B F1 транспонированная на B и F2 транспонированная на B если все это вычислить то получается следующее 0 1 1 2 ну вот а теперь уже надо легко выписать уравнение вот этой системы исходной в новых координатах так здесь получается следующее что кси 1 с точкой штрих я напишу кси 1 с точкой штрих это есть значит кси 2 штрих канонический вид по измерению вектору измерений так и поскольку первая координата то от управления ничего не будет кси 2 с точкой штрих это есть просто а минус кси 1 штрих плюс 2 си 2 штрих это вот эти коэффициенты разложения и от вектора b получается у нас плюс у вот уравнение наблюдаемой подсистемы полностью а как мы знаем измерение всегда это первая координата если скалярное измерение так теперь осталось выписать ненаблюдаемую часть и наблюдаемая часть она имеет вид n это 1 с точкой штрих это есть это 2 штрих плюс у и наконец это 2 штрих с точкой это есть значит разложение по векторам базиса это будет давайте сначала выпишем не наблюдаем даме координата минус это 1 штрих минус это 2 штрих и вот эти минус 3 си 1 штрих плюс 6 си 2 си 2 штрих и плюс 2 вот мы выписали декомпозированную подсистему и теперь для того чтобы построить оцениватель ну я его даже не буду здесь выписывать мы его уже много раз выписывали понятно что он повторяет эту систему плюс коэффициенты обратной связи ну давайте все-таки поскольку да один раз все-таки выпишем сейчас теперь это мне уже не нужно все все стираю итак выпишем оцениватель который нам дает оценки он здесь очень просто значит здесь система получается получается следующая значит надо значит кси один с волной с точкой это есть кси два с волной повторяет систему плюс к один с волной на измерение на з минус си один с волной теперь си два с волной это есть значит минус кси один с волной плюс два кси два с волной плюс к2 с волной на з минус кси один с волной ну и конечно надо не забыть еще управление которое мы сами формируем а здесь получается следующее это один с волной с точкой равняется это два с волной плюс у и плюс к3 с волной на z минус формально пока пишем кси один с волной и это 4 с точкой равняется минус это один штрих минус это один с волной минус это два с волной минус три кси один с волной плюс шесть кси два с волной плюс два у и плюс к3 плюс к3 с волной на z минус кси один с волной поскольку не наблюдаем это вообще говоря тут можно было бы это еще и не писать сразу нулями поскольку степень затухания этих значит ошибки оценки вот этих двух параметров зависит только от того какие действительные части какие действительные части вот у этой характеристического уравнения вот этой ненаблюдаемой подсистемы но в данном случае получается что система такая ну давайте я чтобы не переписывать я вот здесь сотру то есть если писать ошибки оценки то они следующие дельта это с точкой один с точкой равняется дельта это 2 а дельта это 2 с точкой равняется минус дельта это 1 минус дельта это 2 вот я выписал уравнение ошибок для ненаблюдаемой подсистемы наблюдаемой подсистемы тогда что получается что у нас характеристическое уравнение этой подсистемы как и прошлый раз следующий а лямбда квадрат плюс лямбда плюс единичка равняется нулю характеристическое уравнение мы выписали откуда один видно что действительная часть корня равняется 1 2 минус 1 2 откуда следует что запас устойчивости минус альфа 2 то есть здесь тоже 1 2 и тогда коэффициенты к 1 с волной и к 2 с волной надо подобрать таким образом чтобы ошибки оценки первых двух координат дельта си 1 и дельта си 2 они стремились к нулю с запасом с запасом большим 1 2 ну например лямбда плюс единичка квадрате равно нулю дает нам решение задач откуда легко найти коэффициенты к 1 с волной и к 2 с волной ну и вопрос а что же тогда в исходной системе теперь как конечно поскольку у нас есть невырожденное преобразование мы уже это обсуждали то есть у нас получается что если бы был в исходных координатах все выписали то во первых ошибка оценки икса оценки значит вект вектора x x волной значит то есть дельта x равна x минус x волной если бы мы описали в исходных координатах то всегда значит дельта x у нас есть линейная комбинация сумма пожи от одного до трех нашим слуг до 4 прошу прощения до 4 в нашем случае это есть дельта ну вот эти самые си штрих дельта это штрих на не на на некоторые коэффициенты c и и поэтому степень затухания будет такой же как и у этих координат ну соответственно легко потом пересчитайте сами коэффициенты у числе и вычисления если известна матрица преобразования и так мы полностью с вами провели анализ системы и выяснили возможность стабилизации с максимальным запасом устойчивости равным в данном случае 1 2